Авторадио Магадан 103FM В этом году работает комбинат зеленого хозяйства, ограждения, детские городки, посадка зеленых насаждений. Вот такая общая ваша оценка тех работ, которые идут на данный момент. В принципе, хорошо у нас все идет по плану? Я проводил пресс-конференцию в пятницу, отчитывался о том, как вообще прошли благоустроительные работы летом этого года. Мне задали вопрос, как вы вообще оцениваете работу коммунальщиков. Я говорю, я бы их разбил на 4 блока оценок. Коммунальщики зимой, коммунальщики осенью, коммунальщики летом и коммунальщики осенью. Вот если говорить о зимнем периоде, то я бы им тоже поставил достаточно хорошую оценку, несмотря на то, что снега было много, но как они справлялись с ним в силу своих возможностей, они справлялись. Другое дело, есть вопросы ко мне, как к мэру города Магадана, насколько мы были готовы к такому обильному количеству осадков. Это ко мне, но не к ним, потому что они работали круглосуточно, техника была обеспечена, но недостаточно. В летний период отработали очень слаженно. Я, кстати говоря, передам на МТК фильм, который был снят специально к этому отчету, где мы можем увидеть, в том числе, с высоты птичьего полета, как выглядят дворы, парки, скверы. До и после, кстати говоря, благоустройства, там есть такие блоки, вот, допустим, июнь 16-го, там, июнь 17-го, там, июнь 18-го года, как менялись там, особенно такие большие объекты благоустроительных работ, которые в этом отчете были представлены. Справились мы со всеми нашими заданиями, выполнили и освоили федеральные деньги, освоили региональные деньги, освоили деньги особой экономической зоны и по паркам, и по общественным пространствам. На 2019 год у нас будет вообще задача достаточно сложная, потому что, вы слышали, губернатор уже объявил о том, что Министерство дорожного хозяйства транспорта, правительство вместе с нашим департаментом СОТЭК защитили деньги в Москве по 200 миллионов будет идти каждый год в течение шести лет на уличную дорожную сеть. Значит, мы разгрузим свои деньги от уличной дорожной сети и уйдем в дворовые территории. Поэтому мы уже обошли порядка 7-8 больших территорий, стоимость которых будет зашкаливать где-то от 15 до 20 миллионов рублей, будут сделаны силами, скорее всего, самого предприятия ГЛУД. Уже я согласовал этот перечень с губернатором, заключили договор с геодезистами, потому что нужно, пока нет снега, отснять все, что сегодня фактически на дорогах есть, чтобы за зиму можно было сделать проектные работы. Вот, активно готовимся к зиме. Я сказал, что сам себя я оцениваю не очень высоко, потому что не хватало техники. И в той ситуации, в которой финансово складывалось говорить, при долге в миллиард 700 и миллиард почти кредиторка, не приходилось, но деваться некуда. Вот спасибо, мы от губернатора получили сейчас один еще фронтальный погрузчик предприятия ГЛУД, еще две единицы техники идет по линии Минстроя, значит, на пополнение нашего парка предприятия ГЛУД. И мы еще 8 единиц тракторов МТЗ Беларусь, значит, закупаем по лизингу, которые должны в ближайшее время прийти на наше предприятие ГЛУД. И мы пополним тракторный парк, уборочная техника и наше предприятие с тем, чтобы не допустить тех провалов, которые допускали в прошлом году. ГЛУД обеспечен топливом, отторговались, ГЛУД закупил соль, КЗХ закупила соль, ГЛУД закупил песок, Бионорт. Все это сегодня находится на площадках наших коммунальщиков. И при наступлении неблагоприятных погодных условий техника уже, как мне докладывает, на почти 75% переоборудована к работе в зимних условиях. Будет необходимость, выйдут и будут спокойно работать на улицах города с тем, чтобы не допустить какого-то дискомфорта, связанного с неблагоприятными погодными условиями. Вовсю кипит сейчас работа по строительству нового бассейна, это в микрорайоне Нагаева. Да, можно прям посмотреть, прям такое ощущение, что они даже, мне кажется, ночью не останавливаются. Посмотреть можно, вообще и подключенные веб-камеры, это обязательное требование сейчас за освоением федеральных денежных средств и региональных денежных средств должны в режиме онлайн работать камеры. Можно смотреть, как там шевелятся техники, чем занимаются люди, как ведется стройка. Вот жители микрорайона этого интересуются, где именно начнется строительство вот в этом микрорайоне родильного дома, про который мы говорили тоже в одном из наших эфиров. И они задают такой вопрос, нужен ли он городу, в чем такая необходимость, неужели у нас такая рождаемость? Сейчас прорабатывается вопрос по посадке здания роддома, и предварительно действительно участок будет пограничным со строящимся зданием бассейна, ниже к улице Октябрьской. Ведется работа по расторжению договора аренды земельного участка с этой автостоянкой, которая находится на улице Октябрьской. Там еще есть два участка, которые нужно освобождать. Делается одновременно и проект квартальной планировки с тем, чтобы обеспечить и подъезд автомобилем, парковки с учетом посадки социально значимых объектов. Все это будет сделано. Место очень неплохое для расположения роддома. С чем это связано? Ну, во-первых, у нас вот старый родильный дом, он построен вообще в 1981 году, 37 лет назад. Это который на Наровчатова? Который на Наровчатова. Здание подустарело, там очень плохая система вентиляции, там не работают лифты, там технология сегодняшнего родовоспоможения совершенно другая. Требуется новое оборудование. Хоть он и называется родильный дом на 80 коек и 150 посещений, у нас еще женская консультация есть в структуре родильного дома. Сейчас у нас есть гинекологическое отделение, женская консультация и акушерский блок, который находится на улице Наровчатова. С тем, чтобы и удобство были работы врачей, и службы были сконцентрированы, вот этот новый проект, он подразумевает роддом на 80 коек, повторюсь, и на 150 посещений, значит, в женской консультации. Здание будет современное, интересно, я видел проект, видел планировки, думаю, что этот родильный дом нам нужен. И тот, кто говорит, что у нас, ну как бы он по количеству не нужен, он нужен, кстати говоря, и по количеству, и нужен и по совершенно другому качеству. В 2012 году у нас в Магадане была комиссия Минздрава Российской Федерации, которая установила отсутствие учреждения, соответствующего третьему уровню помощи, это перинатальный центр. Вот такой перинатальный центр в новом учреждении, он возможен, то есть не как перинатальный центр, а как перинатальное отделение в этом родильном доме. Это экстренная помощь новорожденного? Это сложные роды, по сути дела, да, это сложный дородовый и сложный послеродовый период, поэтому это вот все будет в этом родильном доме. Роддома на Наровчатого уже не будет? Все планы по переезду гинекологического отделения, вот Сергей Александрович, дословно слова, когда нам останется полгода до завершения строительства нового роддома, начнем заниматься реконструкцией старого роддома под переезд гинекологического отделения, потому что еще в 2008 году это здание было признано аварийным, и мы его выводили из эксплуатации, закрывали там прачечную с тем, чтобы оно от колебания этих стиральных машин окончательно, оно находится вообще в состоянии технически очень таким проблемным, поэтому его усилили как можно было, но говорить о том, что это будет и дальше, куда там будет дальше использовать это здание Министерства здравоохранения, это их как бы дело, но то, что в старое здание уедет гинекологическое отделение с улицы Парковой, это факт. Еще говорили о том, что три новых школы появятся в районе Нагаева также, да, чтобы, ну это уже немножко друг, он как бы микроороны Нагаева, но это будет уже в другой стороне, чтобы разгрузить 21-ю и 13-ю школу, но еще говорили о том, что появится... Да, но дело в том, что там как раз школа нужна в связи с планами застройки микрорайона Нагаева, там будут построены новые жилые кварталы, так мы хотим этого, потому что мы... Я вообще очень рад, что те планы, которые мы выстраивали по развитию города Магадана 2025 года, они нашли понимание и сказали, что это хорошие и правильные планы, и для того, чтобы город жив, для того, чтобы город развивался, чтобы обеспечивать людьми новые рабочие места, нам нужно в городе Магадане построить порядка 150 тысяч квадратных метров жилья. Это невозможно сделать точными застройками, вот здесь несли, построим, здесь несли, вот позиция губернатора, она очень правильная, она мне очень симпатична, что нужно заниматься комплексной застройкой новых жилых районов, и как первоочередной, конечно, это фасад города Магадана, это, конечно, Нагаева, вот когда приходишь в бухту Магадан, мы ее должны смотреть, мы должны смотреть на город во все ее красе, я хотел бы, чтобы у нас это получилось, а с учетом размещения большого количества жилых домов именно в районе Нагаева, там школа, школа в центре города еще одна. Вот, в центре города, а где именно? Ну, я думаю, что нам деваться некуда, мы все-таки должны будем смотреть место напротив театра, там, где была первая школа. Где была раньше? Других точек более-менее свободных нет. Да, она будет где-то подрезана по площади, потому что под школу на 800 мест нужно порядка 2,2 гектара, с учетом поправочного коэффициента 0,85 можно снизить земельный участок, но, тем не менее, предприятие Магадан Теплосеть нужно будет думать, чтобы его оттуда все-таки вытаскивать и отдавать территорию под застройки школы. Ну, на самом деле, оно и не на месте, находится в центре города, напротив театра, производственная база Магадан Теплосети, оно как бы не совсем вписывается. Решение такое согласовано, и мы передали эти все цифры, 800 плюс 800 плюс 530, 2130 ученических мест до 2024 года мы должны в городе Магадане в рамках нацпроекта ввести. Почему 2024? Потому что было поручение президента заняться школами, заняться качеством образования, значит, надо разгружать школы, надо разгружать классы от сверхнормативного количества детей. Вот из-за того, что у нас детей много, а мест мало, у нас в некоторых классах сидит по 32, по 33, по 30, при норме 25, а это, конечно, качество. И уроки сокращены. Да, и уроки сокращены, но они сокращены из-за второй смены. Да, да, да. Вроде как было 45, стало 40, это мы делали для того, чтобы вторая смена не выходила далеко за 22, да. Проблем в этом плане много, и хотелось бы, чтобы все, что сегодня запланировано и все, что губернатором отрабатывается в московских кабинетах, чтобы все это сбылось. Тогда мы сможем реально жить по-другому и учить по-другому. Спасибо большое, что пришли. Вам хорошей рабочей недели. Спасибо большое. Всего доброго. Всего доброго. Авторадио Магадан. 103 ФМ Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Кулакова